МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости таковы. Голосовой помощник Siri приходит на десктоп и открывает интерфейс для работы с программами сторонних разработчиков. Apple была пионером на поприще персональных цифровых ассистентов, но с тех пор конкуренты Google и Microsoft сумели создать сравнимые продукты и даже пообещали функции, которые позволят им вырваться вперед. И Apple предпринимает ответные меры. До сих пор Siri была инструментом для поиска, пусть и на естественном языке, а также имела струнные возможности для работы с системными приложениями. Будильник, заметки, календарь. Теперь есть возможность построить экосистему голосового управления всеми программами. Если раньше лозунг Apple звучал «There is an app for that», и для этого есть приложение, то теперь, очевидно, ставка все больше на одну точку входа – голосовой ассистент. Особенно ярко это показано на примере следующей версии Apple TV, где вместо перебора нужных приложений, каналов и сервисов предлагается живое голосовое программирование. And all you have to do – watch ESPN2. Take it straight to the action. Goal! Еще одно важнейшее направление развития яблочной экосистемы – то, что долгое время называли красивым словом «convergence» – «объединение», но не в «майкрософтовском» буквальном смысле, где компания пытается разработать одну операционку сразу и для телефона, и для десктопа, и для игровой приставки, а более изящно, когда устройство помогает друг другу. Например, для обладателя часов Apple ноутбук разблокируется сам. Текст, скопированный на iPhone, можно тут же вставить в презентацию или документ на MacBook. А рабочий стол и папка документов синхронизируются на разных компьютерах через iCloud и доступны даже с мобильных устройств. Третий, судя по всему, принципиально важный для Apple вектор развития. Компания, очевидно, уступает соперникам в гонке облачных технологий, а значит, в чрезвычайно модных сейчас попытках создания интеллектуальных помощников на базе нейросетей, потому что работают они как раз в больших облачных кластерах. И судя по тому, что говорили со сцены, это не технологическое отставание, а осознанное решение – не отдавать в облако пользовательских данных. И как всегда, говоря об этом, мы говорим и о шифровании, и о приватности, и безопасности данных, тех же фотографий при их сохранении и сортировке. Здесь это происходит на смартфоне, не в облаке. И Apple может это сделать, потому что они контролируют в своем смартфоне все – и железо, и софт. Они могут позволить себе дать столько мощности своему супер-чипсету, сколько нужно, чтобы сделать эти вычисления только на устройстве. А Google не контролирует аппаратную часть устройств. Однако, несмотря на намеренную закрытость системы, в Apple стараются максимально вовлечь сторонних разработчиков. iMessage объявлен платформой. К нему можно писать специальные приложения от заказа еды до пересылки денег или создания диковатых анимаций. По количеству украшательств мессенджеры вообще явно соревновались с девчачьим снэпчатом. Единственное, о чем не было сказано ни слова, это о супермодных нынче ботах. То ли Apple не желает участвовать в общем помешательстве на этих ботах, то ли его политика обращения с данными пользователя просто не допускает этих ботов в такую чувствительную область, как переписка. Но приложение-то писать для мессенджера можно? В общем, непонятно. Ну и довольно много времени было уделено новой операционке WatchOS, в которой приложения будут работать прямо на часах, а не со смартфона. И скорость их реакции увеличится, как сказано, в 7 раз. Кроме того, обещают фоновые обновления для запущенных программ. Помимо этого, сильно изменен и интерфейс. Он теперь очень похож на iOS. С доком, вкладкой быстрых настроек и переключением между запущенными приложениями. Как это отразится на времени работы батарейки, остается только догадываться. Но демонстрация выглядела очень впечатляюще. Включая тревожную кнопку, возможность связаться в любой стране со службой спасения, даже если вы не знаете ее телефона.